Здравствуйте, дорогие субтитры! Сегодня мы рассмотрим творчество великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Его творчество примечательно прежде всего постановкой острых нравственных вопросов, которые во многом пережил сам автор. Ведь судьба писателя была сложной. Во-первых, он пережил ужас смерти, стоя на плацу в ожидании смертной казни. Впоследствии эти ощущения были переданы в романе «Идиот». Об этом говорит князь Мышкин. Писатель провёл четыре года на каторге в Сибири, и тяжёлую жизнь каторжников он отразил в записках из «Мёртвого дома». Кроме того, Достоевский был азартным игроком в рулетку, и эти страсти игрока мастерски переданы в романе «Игрок». Для Достоевского, как художника, чрезвычайно важно было исследование и разгадывание тайны человеческой души с его противоречиями и вечным поиском. Как говорил Михаил Фёдорович Достоевский, «Человек есть тайна». На нашей лекции мы рассмотрим четыре главных вопроса. Первое. Раннее творчество Фёдора Михайловича Достоевского. Второе. Великое пятикнижие. Это пять великих романов. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Третье. Художественные особенности романа «Братья Карамазовы». И четвёртое. Гуманизм и психологизм Достоевского. Творчество Фёдора Михайловича Достоевского «Человек есть тайна». Фёдор Михайлович Достоевский – великий русский писатель. Родился 30 октября 1821 года в Москве и умер 28 января 1881 года в Петербурге. Романы Достоевского отличаются способностью писателя проникать в тайны человеческой души и раскрытием сложного и противоречивого внутреннего мира человека. Как отмечает писатель «Человек есть тайна». Её надо разгадывать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Роман Достоевского «Бедные люди». Литературный критик Белинский о романе. Первым дебютным произведением Достоевского является роман «Бедные люди», который принёс ему славу писателя в 1845 году, ещё до публикации. Литературный критик Белинский восторженно принял роман, отзываясь о нём такими словами. Вам правда открыта и возвещена, как художнику досталась, как дар. Цените же ваш дар, оставайтесь верны ей, и будете великим художником. Раннее творчество Достоевского и влияние Гоголя. Все мы вышли из шинели. На раннее творчество Достоевского, безусловно, оказало влияние Гоголя, в особенности тема Петербурга и тема маленького человека. Как отмечал французский критик Эжен Мельхиор де Вогуэ о гоголевском влиянии на русских писателей в беседе с Достоевским, обобщая его слова. Все мы вышли из шинели. Художественный приём, использованный в повести «Двойник». Вслед за бедными людьми выходит повесть «Двойник», которая была опубликована в журнале «Отечественные записки» в 1846 году. В повести «Двойник» писатель обращается к художественному приёму раздвоения сознания героя, который использовался как в русской литературе, так и в мировой литературе, в частности, в произведениях Гоголя «Нос» и Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». В нём Достоевский анализирует «Двойственность человеческой души» и психологические переживания, связанные с этим состоянием. Проблематика повестей Достоевского, написанных в 1840-е, 1850-е годы. В 1840-е, 1850-е годы писатель пишет рассказы и повести и публикует в отечественных записках. Основные из этих произведений «Хозяйка» 1847 год, «Елка и свадьба» 1848 год, «Честный вор» 1848 год, «Белые ночи» 1848 год, и «Неточка незваного», «Незаконченный роман» был переделан в повесть и опубликован в 1849 году. Проблематика повестей Достоевского в большей степени охватывает нравственно-психологические проблемы жизни людей из низших социальных слоёв. Писатель исследует тему любви и долга, страдания и милосердия, бедноты и морального выбора героев. Дело Петрашевского. Приговор к смертной казни и каторга в творчестве Достоевского. С 1847 года Достоевский посещает кружки Петрашевского, где читали запрещенные книги. В это же время писатель увлекается идеями утопического социализма во главе со Спешнёвым. В следствии из-за дела Петрашевского Достоевский был арестован и приговорён к смертной казни, который был отменён в последнюю минуту. Так Достоевский, стоя на Семёновском плацу, пережил самые ужасные минуты ожидания своей смертной казни. Эти, пережитые писателем чувства, были художественно воспроизведены в романе «Идиот», о которых рассказывает князь Мышкин. Достоевский провёл четыре года на каторге в Сибири. Творческая деятельность Достоевского после ссылки. Издание журналов «Время и эпоха». После ссылки Достоевский занимался изданием журналов «Время» с 1860 до 1863 годы и «Эпоха» 1864 год. За этот период им были написаны, униженные и оскорблённые записки из мёртвого дома и записки из подполья. Записки из мёртвого дома. Новизна, темы и проблематика. Записки из мёртвого дома, опубликованные в 1859 году, стали событием литературной общественности, благодаря новизне её темы – жизни каторжников. Автор скрупулёзно исследует тайны человека. Для Достоевского человек является загадкой, в котором присутствует борьба противоречивых и сложных чувств доброго и злого начала в человеке. Блуждание человеческой души между двумя ипостасями порождает страдание и боль. И только через страдание возможно воскресение души человека. Например, записки из мёртвого дома заканчиваются такими словами. Свобода, новая жизнь, воскресение из мёртвых, экая славная минута. Образ идеолога-парадоксалиста в записках из подполья. В 1864 году Достоевский публикует записки из подполья в журнале «Эпоха», в котором изображён образ идеолога-парадоксалиста. Автор убедительно доказывает несостоятельность и утопичность взглядов социалистов, в котором отрицаются самое главное – свобода воли. Записки из подполья стали подспорьем для создания образа Раскольникова из романа «Преступление и наказание». Проблематика романа «Преступление и наказание». В одном из центральных романов Достоевского как «Преступление и наказание» автор противопоставляет рациональному эгоизму теории Раскольникова человеческую натуру, человеческую сущность и её гуманность. Герой романа, отрицая христианскую мораль, разрешает кровь по совести. Великое пятикнижие Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Главные романы Достоевского, снискавшие ему мировую славу наряду с «Преступлением и наказанием», стали «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы», которые названы исследователями по-библейски «Великим пятикнижием писателя». В своих романах Достоевский продолжает тему человеческого бытия с исследованием человеческой души, её пределов и граней добра и зла, за чертой которой зачастую оказываются его герои. Роман «Идиот» Образ князя Мышкина, образ положительно прекрасного человека. Роман «Идиот» написан в 1868 году. Выделяя идею своего романа, Достоевский писал Ивановой. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. В романе изображён образ князя Мышкина, князя Христа, который несёт людям христианскую любовь и добро, но не может выдержать жестокости человеческого мира. Черты Мышкина, рыцаря бедного, смешные и трагичные, идеальные и реальные, сближают его с образом Дона Кихота из одноимённого романа «Сервантеса». История создания романа «Бесы». Идея и проблематика романа «Предупреждение». Своей антинигилистической направленностью роман «Бесы» полемизирует о социальных болезнях личности, которые представляют опасность разрушения общества. История создания романа «Бесы» связана с убийством студента Иванова, членами тайного общества «Народная расправа», которым руководил Нечаев. Потрясённый делом Нечаева, Достоевский даёт философско-психологический анализ социальной среды, в котором зреют анархические, нигилистические и революционные взгляды. Писатель утверждает, что неограниченная свобода человека, индивидиума, пагубна и может привести к вседозволенности, в том числе и к преступлению. Бесовщиной в романе выступает одержимость человека, слепое следование пагубной идеи. В «Бесах» Достоевский выделяет антигуманность революционных идей и критикует безнравственность идеи социализма, выраженной фразой «цель оправдывает средства». Таким образом, роман «Бесы» Достоевского является романом-предупреждением, который стал предвестником будущего насильственного переворота в России, русской революции. Издание Достоевским «Дневника писателя» в журнале «Гражданин». В период с 1873 по 1881 годы Достоевский пишет дневник писателя в журнале «Гражданин», который он редактировал. Писатель в дневнике выражает актуальные в то время темы общественной жизни, литературные отзывы, очерки и воспоминания. И тем самым Достоевский создал прямой диалог с читателями. Из художественных произведений Достоевский пишет рассказы «Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик морей», «Кроткая», «Сон смешного человека» и другие. Примечательно в дневнике писателя опубликованная речь Достоевского о Пушкине, которая была произнесена в честь открытия памятника Пушкину в мае 1880 года. В своей речи писатель отметил о всемирной отзывчивости великого русского поэта и всечеловечной и воссоединяющей русской душе, что стало событийной и примирительной речью, в особенности для того разрозненного периода русской общественности. Роман «Подросток» – роман «Воспитание» – образ Аркадия Долгорукова. В 1875 году Достоевский написал роман «Подросток». Главный герой Аркадий Долгорукий меняется в течение романа. Он протестует внутренне и, воспитывая себя, совершенствуется. У Аркадия Долгорукова была мечта Ротшильда – стать миллионером. И для достижения своей цели он пускается в разные авантюрные дела. Так он участвует в шантаже вдовы Ахмаковой. В своей мечте герой выделяет деньги и власть над другими. Если в начале романа мы видим пассивность героя и влияние окружающей среды, то в дальнейшем Аркадий Долгорукий полностью поглощается в порочную и разгульную жизнь. В конце романа герой обновляется через пережитые им испытания и хочет жить для людей, осуждая аморальное общество. Причиной перерождения героя послужило постижение цельной правды Макара Долгорукого. Роман «Подросток» через действия и поступки подростка Аркадия Долгорукого определяется как роман воспитания. Художественные особенности романа «Братья Карамазовы». Последним и итоговым романом Достоевского является «Братья Карамазовы», над которым писатель работал в течение 1878-1880 годов. В романе находит художественное воплощение основные философские, социальные и религиозные воззрения писателя, которые синтезируются в одном произведении. Отмечая главную особенность романа, автор писал «Совокупите эти черты характера, и вы получите хоть уменьшенное в тысячную долю изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России». В романе «Братья Карамазовы» ставятся основные вопросы человеческого бытия и смысла человеческой жизни, веры и безверия. Действие романа разворачивается вокруг семьи Карамазовых в городке Скотопригоневск, и вместе с тем мы видим динамику развивающихся событий в России. В основе романа изображается семья Карамазовых – отец и три брата. Каждый из братьев отличается своей жизненной позицией и мировоззрением, что служит решению определенной авторской задачи. Образ Дмитрия Карамазова и черты русского характера Старший сын Дмитрий имеет стихийный, страстный и противоречивый характер. У него бывают порывы как к самоотверженным поступкам, так и склонности к низменным страстям. Однако Дмитрий, находясь в нравственном тупике, решает взять на себя виновность за всех, за убийство своего отца, хотя он не убивал его. В нем воплотились черты русского национального характера – страдания и искупления, великодушия и самопожертвования. Дмитрий ищет пути для искупления своих пороков и пытается найти это в страдании и обращении к Богу, что, возможно, будет его духовным перерождением, его воскресением к праведной жизни. Его вдохновителем выступает Алеша Карамазов. Образ Ивана Карамазова Значение поэмы Ивана – «Великий инквизитор». Иван Карамазов воплощает в себе внешнее обаяние и красоту зла с изворотливым и пытливым разумом и отрицанием Бога. Иван является также идейным убийцей отца, как Раскольников в преступлении и наказании. Именно он теоретически направляет Смердякова и дает молчаливое согласие на убийство отца. Иван в нигилистическом отрицании всего и в самоутверждении всего своего эгоцентрического начала приходит к сумасшествию. Поэма Ивана «Великий инквизитор» считается автором идейной кульминации, в котором показана нравственно-религиозная утопия атеиста. Положительным образом в романе изображен Алеша Карамазов. В нем выражены такие черты, как смирение, вера, человеколюбие и духовность. Образ Алеши Карамазова стал продолжением положительно прекрасного человека наряду с образом князя Мышкина, но более усовершенствованный и также готовый страдать за все человечество. Алеша и старец Зосима в романе – носители религиозной веры и духовные наставники к праведной жизни. В конце романа мы видим чудесное преображение Алеши Карамазова через нравственный подвиг. Образ Смердякова, двойника Ивана. Незаконно рожденный сын Карамазова Смердяков, ущемленный своим происхождением, отрицает свои исторические корни, полагая, что на Западе лучше. Смердяков убивает своего отца по воле Ивана из-за корыстных целей уехать в Европу и заняться своим делом. Смердяков, как и Иван, в душе желал смерти отца и выступает двойником Ивана, но более низким и вульгарным. О романе «Братья Карамазовы». Так, в романе «Братья Карамазовы» показано столкновение жизненных позиций, поисков смысла, целей человеческого существования и целостность мироустройства по нравственно-религиозным законам. Мечта о золотом веке Достоевского Достоевский в своих произведениях выдвигает мечту о золотом веке, образе прекрасного общества. Такое религиозное восприятие мира мы видим из рассказа старца Зосимы, который передает слова своего умирающего брата о возможности чуда, при условии, чтобы все люди духовно узрели, что жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай. Достоевский в своих произведениях провозглашает веру в нравственное усовершенствование людей, а не в насильственное преобразование. При этом писатель отрицает насилие и видит утопию социальной революции, так как она представляется ему чуждой, естественной природе человека. Достоевский изучает глубинные тайны человеческой души и выявляет страсти роковые, бунт душе героев. По мнению писателя, в человеческой природе коренится зло, несущее разрушение и восстановление человека, возможно, через страдания на основе христианской веры и любви к человеку. Писатель Достоевский, разгадывая тайну человека, открывает закономерную обусловленность событий и характеров. Итак, Достоевский в своих произведениях исследует глубинные тайны человеческой души, в котором кипят страсти роковые, в котором совершается бунт героев. Его герои – это бунтующие герои, это страдающие герои, это герои, отрицающие Бога и обретающие его. По мнению Достоевского, зло коренится в человеческой природе, и оно возможно привести к разрушению, но также и возможно восстановление человека через страдания, через веру христианскую и через веру человека в любовь. Субтитры создавал DimaTorzok